Приветствую вас! И помните, как вы переживали, когда расставались с девочкой? Помните? Именно потому, что вы очень тяжело расставались, ваше тело помнит всю ту негативную реакцию, которую вам принесло это расставание. И именно отсюда, именно по этой причине, по сути, вы испытываете сейчас подобный подъем, что тогда у вас очень тяжело на соматическом уровне происходило расставание, что сейчас, ваше дело, помнит о том, весьма позитивно реагирует. Но это скорее реакция памяти, это скорее реакция физиологическая или даже, скажем, рефлексивная. Но, если отойти немного от рефлексов, то по факту вы понимаете, что человек остался тем же, по факту вы понимаете, что человек не изменился, человек будет по-прежнему тянуть вас на собой, человек будет ограничивать вас, и вы сейчас это прекрасно понимаете. Я думаю, что вам нужно встретиться. Встретиться, но без обязательных, знаете ли, планов на будущее. Встретитесь, посмотрите друг на друга, поговорите друг с другом. Что почувствуете вы, что почувствует она. Но вы будете знать, как вы к ней относитесь. Возможно, вы посмотрите на нее, увидите, что она совершенно не изменилась, и вы почувствуете разочарование. Разочарование, потому что вы-то за это время ушли далеко вперед, а она осталась той же, на том же месте. С другой стороны, может быть, вы проникнетесь к ней определенной долей нежности. Вроде бы, она действительно все тащит, но это и будет вызывать у вас нежность. В таком случае вам, как человеку достаточно порвижному, активному, требуется, скажем так, якорь. То есть женщина, которая бы сдавалась, которая была бы предана вам, которая была бы олицетворением надежности, стабильности и так далее. Но в этом случае, в случае, если вы подобное будете ощущать, нужно сразу сказать, что вы не будете общаться и взаимодействовать с ней так или как раньше. Вы не будете себе ни в чем отказывать. Вы не будете отказывать себе в той активности, которой вы придерживаетесь. Но обещайте проводить и с ней время тоже. И вы не знаете, как сложится дальше жизнь. Может быть, вы окончательно расстанетесь. Может быть, вы потом сойдетесь уже на ваших условиях. Потому что, думается мне, что ситуация была такова. Девушка стремилась вас к себе привязать. И на какой-то момент у нее это действительно получилось. Она привязала вас к себе. Она делала вас своим. И вы были с ней. Она чувствовала, что вы приносите себя, по сути дела, в жертву. Возможно, ей это не нравилось. Она почувствовала ответственность слишком большую за вашу жизнь и испугалась. В этой ситуации надо понимать, что люди, если они сходятся, если они любят друг друга, они принимаются такими, как и они есть. Если вы ведете определенный образ жизни, то ваша девушка не имеет права вас в этом ограничивать, как и вы не имеете права и требовать от нее делать то, чего она не хочет. Она хочет сидеть дома, вы хотите гулять. Это право вас с обоих. Либо вы принимаете друг друга такими, либо нет. Если вы считаете, что ваша девушка должна вместе с вами вести активное образование, это ваше право. Тогда данная девушка вам не подходит. А если ваша девушка считает, что вы должны вместе с ней постоянно проводить время в одном месте, это тоже ее право. И она может так считать. Но только вам это не подходит. Так что ей придется искать своего человека, своего мужчину. Вот и все. Я думаю, что нужно встретиться. А для того, чтобы завершить то, что у вас осталось до конца законченным. Я думаю, что это встретиться для того, чтобы понять, готовы ли вы принимать друг друга. И если готовы принимать друг друга, если готовы как-то искать компромисс друг с другом, то тогда отношение построить возможно. Но если нет, если вы не готовы искать компромиссы, если вы понимаете, что либо вы, либо она будет вас вновь менять, если вы не хотите этого, если вы не готовы, то отношение не получится. Но завершить их все-таки нужно Хотя бы для того, чтобы вам дальше они не мешали Хотя бы для того, чтобы вы освободились от них Чтобы вы смогли в будущем строить нормальные, полноценные, новые отношения А решение о том, что делать, принимает только вам На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше Желаю вам всего доброго и удачи